Всем привет, друзья! С вами Реалайз. В этом видеоролике я хотел бы немного внести ясности по поводу вчерашнего и сегодняшнего дня, потому что вчера меня закидали ссылкой на такое смешное видео, которое называется «Слив обновы и слив события». Вот настолько там продвинутые у нас появились блогеры, которым сливают какую-то информацию. На самом деле все это очень смешно, поскольку еще на прошлом стриме разработчики сообщили, что теперь патчи и, соответственно, обновления всякие крупные будут выходить раз в две недели. И также стримы. То есть сегодня не будет обновлений, сегодня не будет технических работ и никаких стримов. А вот между этими неделями будут такие вот дни, как, например, сегодняшний вторник, когда заливают обычные обновления. То есть теперь стримы выходят раз в две недели. И вчера на официальном сайте они выложили информацию о тех событиях, которые будут запущены сегодня. Но поскольку никто этот стрим не перевел на русский язык, то блогеры этим воспользовались и решили насрать в уши своим подписчикам, сказав, что это какой-то там слив обновы. Слив обновы это когда из неофициальных источников ты узнаешь какую-то информацию, которая появится в ближайшее время в игре. То есть, например, на 4 ПДА взломали АПК-файл, проверили там файлики, нашли какую-то инфу и выложили ее в открытый доступ. Вот это вот слив обновы. Ну а когда разработчики официально выкладывают информацию на официальном сайте, и ты ее просто зачитываешь и говоришь, что это слив, ну это просто фиаско. Итак, переходим к основной теме. То есть сегодня вам не стоит ждать технических работ и, соответственно, полноценных патч-ноутов. Они у нас будут на следующей неделе. Проверить это очень было легко. Например, заходим на событие, которое называется сбор Дыни и видим то, что до окончания акции осталось 6 дней 16 часов. То же самое с ежедневной миссией мировых боссов и то же самое с акцией обмена отель Белучи. Кстати, не забудьте потратить биржевые ваучеры, потому что через 6 дней, то есть следующий вторник, они просто удалятся. Они даже у вас не останутся и даже нельзя будет куда-то продать и так далее. Поэтому не забудьте их потратить. Если бы сегодня у нас были техработы, соответственно, здесь было написано, да, окончание техработ. Поэтому акции еще продлятся целые недели. Поскольку в игре у нас ожидается пробуждение, была запущена акция в ожидании пробуждения. Здесь мы выполняем ежедневные задания и получаем уровни прохождения. Каждый день по 10%. То есть, чтобы пройти всю акцию, если вы активный игрок, вам понадобится всего лишь 10 дней. При этом дается аж 20 дней с запасом в 2 раза больше. Через 3 дня мы получаем первую награду. Это сундук мифического дополнительного оружия с двумя слотами. То есть, здесь уже у нас серьезные такие мифики идут по сравнению с теми, которые выдавали. А в конце за 100% мы вообще получаем сундук основного оружия предела Либерта двух слот. Следующая акция древние руины каждый день. Мы просто ходим в руины и, соответственно, получаем вот такой вот сундук покорения и плит. С отметками главаря и с древними плитами. Следующие у нас идут летние отметки входа. Здесь каждый день на протяжении 21 дня нужно заходить, отмечаться и забирать награду. Единственный момент, то что здесь у нас идут сундуки с фрагментами по выбору. Я такое лично вижу первый раз. Вы забираете не все три награды, а вам нужно определиться, какой фрагмент вы себе заберете. То есть, какой сундук с фрагментами. Здесь, я думаю, все по ситуации. Новичкам будет выгодно забирать как фрагменты световых камней, так и фрагменты реликвии. У меня нету буханки, поэтому я везде буду забирать фрагменты алхимического камня, потому что там шанс повыше. Поскольку у нас такая была акция с повышенным шансом и нам ее оставили на постоянной основе. Далее хорошая награда у нас на седьмом дне. Мы получаем сундук с мифическим украшением. 11, 12, 13 день тоже отличные, потому что здесь у нас купон восстановления 200. Ну, то есть, один раз можно будет что-то восстановить в том случае, если у вас будет фейл. А также совет Валкса 50% сейчас в них у нас огромная нужда. На 14 дне тоже у нас есть хороший подарочек в виде сундука с мифическим украшением по выбору. То есть, вы можете даже выбрать. И начиная с 15 дня мы получаем по одному кристаллу легендарного класса. То есть, если сейчас новичок зайдет и с помощью вот этой акции, я думаю, за месяц вообще неплохо бы станется. Потому что мы начинали вообще печально в свое время. Вот, в принципе, и все, что касаемо временных акций. Также с сегодняшнего дня к нам будет приходить вот такой вот ГМ, который задает вопросы. Ответив на них правильно, мы получаем определенную награду. На Европе он придет в 9 утра в время сервера. Ну и давайте, наверное, пару слов про магазинчик. Перлы открыли свой магазин. Здесь они официально уже начали продавать разнообразные аксессуары, игрушки, кофты, худи, майки, коврики для мышек и так далее. Я не буду комментировать весь товар, вы можете его посмотреть самостоятельно. Например, мы берем вот это вот худи с капюшоном черного духа с надписью Black Desert. Стоит он 49 600 вонов. Копируем, давайте посмотрим, сколько это в рублях. И в итоге получается, что худи стоит 2900 рублей. Я считаю, что это не так дорого. Если вы захотите тот же худи от Virtus.pro либо от Na'Vi, там ценник будет по 7-5 тысяч. Ну или, например, носки за 3000 вонов. 3000 вон это 175 рублей. Мне кажется, носки DEMIC Sportmaster стоят гораздо дороже. Единственное, я не знаю, есть ли доставка в Россию и странная СНГ. С этим нужно будет разобраться, посидеть, посмотреть за кадром. Если что-то получится, я сниму видеоролик, если в этом есть какая-то необходимость. Поэтому, друзья, еще раз повторяю, сегодня стримов не будет у разработчиков. А ближайшее обновление и стрим будет через 7 дней. Мы же с вами увидимся в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok